Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! С 28 ноября у православных христиан начинается рождественский пост. Для чего вообще нужен рождественский пост и сколько дней он продлится? Продлится он ровно 40 дней. А нужен, как и все остальные посты, для того, чтобы человек мог помнить о Боге. Вот такой вот способ, такая жертва Богу, которую мы приносим. Жертвуя очень небольшими вещами, нашими, скорее, даже вкусовыми привычками какими-то. Это древнее установление. Посты вообще свойственны религиозной жизни всегда, везде, во все времена. Потому что это даже уже не столько духовное, сколько некое физиологическое наблюдение. Человек постящийся, как бы более утончен, более способен к неким душевным и духовным движениям. Недаром говорить, что святые брюхо, к молитвам глухо. Вот такая есть переделанная поговорка. И поэтому пост – это время, которое Церковь установила нам для того, чтобы мы могли некоторым образом подготовиться к празднованию Рождества Христова, к тому, чтобы вот как-то избавиться, ну, по крайней мере, постараться избавиться от своих, но хотя бы наиболее грубых недостатков и грехов, и приобрести кое-какие добродетели, какие нам будет удобно, возможно, в это время приобрести. Этот пост еще называют Филипповым и Рыбным. – Филипповым он называется, потому что 28 ноября, по новому стилю, когда он начинается, празднуется апостол Филипп. Вот, Филипповы по Филипповке, ну, это такие народные наименования, они уже, в общем-то, ушли из жизни, их можно даже уже спокойно забыть, потому что они никакого отношения к содержанию поста не имеют. Рыбный, потому что во время этого поста, в отличие от, скажем, поста Великого, разрешается вкушение рыбы, и несколько чаще, чем обычно, во все праздничные дни. – Почему во время поста для христиан важно делать дела милосердные? – Дела милосердия важно делать, потому что они очищают и умягчают человеческое сердце. – Вообще, дела милосердия нужно делать всегда, когда к этому есть возможность. Всегда. Не так, что вот идет пост, и я, допустим, не прошел мимо человека, который нуждается в чем. Тот пост кончился, я иду мимо него, так сказать, посвистывая, не обращая на него внимания. Это, конечно, неправильно, потому что христианин должен быть всегда христианином. Пост – это некое орудие, которое помогает нам чуть-чуть встряхнуть самих себя, вернуться из какого-то такого блуждания на правильный путь. И поэтому дела милосердия, так же, как дела, ну, просто работы над собой, да, вот я имею привычку ходить и на всех ругаться. Вот надо эту привычку побороть себе, да, перестать ругаться. Это я не про себя говорю вообще, да, это пример такой. Или там кто-то живет и страшно завидует. Ну, сейчас ведь люди все завидуют друг другу. Ну, у него есть, а у меня нет. А почему у него есть? А кто она такая? А почему у нее это так? И так далее. Вот это тоже вот то, с чем надо начинать бороться. И когда только человек начнет… Вот пока живешь и вот так вот все время не обращаешь внимания, да, кажется, что все нормально. А попробуй начать вот бороться в себе хотя бы с одной какой-то страстью, с завистью, с осуждением, с гневом, с раздражительностью, да, такие бездны открываются перед человеком, то в ужасе приходят. Как же вот я, оказывается, вот живу вот в этом аду? Ну, вот поэтому с ним надо бороться и бороться постоянно, себя надо постоянно из этого ада вытаскивать. И пост – это как раз, если его проводить так, как следует, то как раз время, когда это делать наиболее удобно. Для того, чтобы прийти в итоге к некоему более правильному, более мирному, более христианскому состоянию своей жизни. Еще одной особенностью рождественского поста является то, что последние дни поста приходятся на Новый год, да, светский праздник. Это праздничные дни. В эти дни начинаются застолья праздничные на работе, дома, в семье. Люди веселятся. Это провоцирует верующего человека ослабить пост. Вот как использовать вот эти праздничные дни перед Рождеством на пользу? Вы знаете, ну, провоцирует верующих. К чему провоцирует? К тому, чтобы… Ну, например, в семье, да. На пицце? Нет. Нет, застолье просто. А в застолье, ну, хорошо. Пост, как мы уже сказали, не очень строгий, да? То есть все рыбное есть можно. Можно, да. Ну, пожалуйста, но неужели в семье не будет возможности, если тем более кто-то в семье верующий человек, да, или вся семья верующая, неужели невозможно создать нормальный праздничный стол такого вот постного или хотя бы полупостного характера? Конечно, можно. Сам по себе праздник Нового года, он такой очень условный. Его такая массовость разгульная, она ведь возникла только вот у нас в советское время. Во всем мире он так вот, ну, не празднуется широко, потому что это был единственный живой относительно народный праздник, на который наложилось еще празднование Рождества Христова. Вот. А все остальное, что? 7 ноября, 8 марта, 1 мая – это же такие праздники все очень, ну, скажем, не очень естественные. А Новый год был естественным праздником, вот, и он так вот у нас как-то развился. На самом деле-то во всем мире такого его отношения к нему нету. Вот все-таки Рождество Христово, оно на первом месте. Что касается поста, я думаю, что вполне можно вот и с родственниками, если есть необходимость такая, да, особенно старшие поколения, для них Новый год очень много, значит, можно с ними как-то побыть за столом, пообщаться, посмотреть, ну, посмеяться даже. Я не думаю, что есть смысл смотреть всякие страшные передачи по телевизору на Новый год, которые, да, потому что нормальному человеку уже совершенно не… Участвовать в этом, смотреть это невозможно. Вот. И дальше продолжать поститься, дожидаться Рождества, тем более, что очень хорошая у нас с вами ситуация, у нас же ведь старый календарь. У нас Рождество после Нового года, и у нас вот от Нового года до Рождества обычно каникулы. И вот самое, на мой взгляд, правильное отношение вот к этому времени – это хождение в храм. Вот для верующего человека хождение в храм, потому что в этот момент совершаются особые службы, так называемого предпраздненства Рождества. Они интересные, они очень глубокие. Вот. И в это время как раз вот надо пойти помолиться, подготовиться к Рождеству. Собственно говоря, это завершение поста и самое такое время, когда у человека есть возможность как можно больше собрать в своем сердце правильных, добрых чувствований, вот, и встретить Рождество Христово. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. В небольшом селе Белое озеро Майнского района Ульяновской области проживает немногим более 400 жителей. Сегодня здесь произошло большое и радостное событие. Митрополит имбирский новоспасский Лонген осветил храм во имя святителя Николая Чудотворца. Разрушенный в первой половине XX века каменный трехпрестольный храм в селе Белое озеро был построен помещиком Бабиным в 1814 году, а в 1891 году достроен помещиком Исаковым. Главный престол был освящен в честь Казанской иконы Божией Матери, правой во имя святителя и чудотворца Николая, левой во имя святой великомученицы Екатерины. В память о разрушенной святыне местными жителями в центре села долгое время велось строительство деревянного храма во имя святителя Николая Чудотворца. Сцена храма начали строить в 2012 году после крестного хода на вышке. То есть есть такое живописное здесь место, где крест, высокие поклонные кресты, люди совершили крестный ход. И после этого появилась задумка уже построить храм. В 2018 году была отслужена первая божественная литургия. И сейчас богослужение совершается здесь уже каждую неделю. И все больше и больше уже прихожан, местных жителей, все посещает богослужение, уже участвует в таинствах. Первоначально замысел заключался в том, чтобы построить маленькую часовню. Но постепенно он перерос в строительство полноценной церкви. Жители близлежащих населенных пунктов помогали те, кто как мог. И строительство этого храма стало делом не только белозерцев, но и жителей всех близлежащих сел. Продниковые пруды, поселка Пионер и многих других. Каждый внес свою лепту. Владыка рассказал прихожанам о последовании чина Великого Освящения, в ходе которого в алтаре храма утверждается престол, где будет совершаться главное таинство православной церкви – таинство Евхаристии. Престол и стены храма окропляются святой водой и помазываются миром. В основание престола закладываются мощи святых мучеников. Архиерей, совершающий освящение, обращается ко Господу, имеющему престолом небо, подножием землю, и молится о том, чтобы Бог не спасал своего святого духа, избрал этот храм своим жилищем. Священнослужители и прихожане прошли крестным ходом вокруг храма. Затем митрополит Лонгин совершил первую божественную литургию в освященном храме. По окончании божественной литургии владыка Лонгин обратился к прихожанам и призвал их как можно чаще посещать богослужения и принимать активное участие в приходской жизни. Я еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним событием. Оно должно войти в историю села как одно освящение вновь построенного храма. Я хотел бы сердечно поблагодарить всех вас, всех, кто пришел сегодня на службу, и особую благодарность нашу высказать тем людям, чьими стараниями, усердием был построен этот храм. За активное участие в строительстве и благоукрашении храма митрополит Лонгин сердечно поблагодарил всех помощников настоятеля и благотворителей. Пять человек были отмечены медалью Святого Блаженного Андрея Симбирского третьей степени. Еще несколько человек удостойны архиерейских грамот. Владыка передал всем собравшимся на богослужение книги священного писания Нового Завета, небольшие иконы и выпуски газеты «Православный Симбирск». Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова